Окей. Ваши родители в курсе того, что вы отдали квартиру в золу? Нет, я решил это немножечко... Пиздец, блядь. Кринж. ...скрыть, потому что, ну, это всё-таки лишняя такая нагрузка на нервы. Но при этом вы собираетесь подключить отца сюда в ремонт? Да. То есть вы только что заложили квартиру деда? Да. Пиздец. Пиздец, блядь. А как он её заложил без других собственников? Ну, наверное, отца и мать. Пиздец, блядь. Пиздец. У них ещё и собственность есть, понимаете, в чём дело? Тут ещё важно заметить, что у них собственность в виде загородного дома, с одной стороны, и квартиры полноценной. Который стоит 8 лямов в Питере. Тут как бы... Как бы друзья. И пригласил охала. У отца не было особо вопросов, откуда инвестировать. Подождите секунду, подождите секунду. Вы только что взяли, заложили квартиру, которая оставалась вам по наследству. Получили миллион. Точнее, миллион двести. Девести тысяч отдали. Пиздец. Я надеюсь, старший брат придёт и пизды ему просто вкатит. Агентство за то, что они вам дали миллион рублей. Пятьсот тысяч отдали на некий бренд, который оказывается даже неверный для пирсинга. И пятьсот тысяч вы отдали. Это просто к вопросу, что, блядь, ребята, вы свою собственность на детей, блядь, не переписывайте. Вообще, блядь, пусть сдохнут на улице. Я просто не знаю, серьёзно. Если у меня когда-нибудь будут дети, они хуй от меня получат квартиру, переписанную, вообще без вариантов. При этом вы скрываете от родителей, чтобы вы квартиру заложили. Да, всё верно. Но принимаете решение, чтобы отец участвовал. Да я бы этого пидораса выгнал бы нахуй из дома. В смысле, блядь? В стройке? Да. Так, дальше. Потому что, ну, я сразу сказал, что отец это возможность заработать себе. Плюс я тебе доверяю, ты делаешь всё быстро, качественно. У тебя есть свой интерес, что всё-таки... Он строитель, отец? Да, он сначала занимался, сначала ремонтом, а потом перешёл уже в оконный бизнес. Так. Круто. Ну, батя, блядь, делом занимается. Батя, нахуй, делом занимается и ведёт нормальный, земной, человеческий, блядь, бизнес, который реально можно вытянуть. Окна стоят дорого. Окна нуждаются в установке, блядь. Конкурировать, конечно, может быть сложно, но... Это нужная работа руками, соответственно. Не знаю, сам он устанавливает окна. Или он начальник над теми, кто устанавливает. В любом случае, это хорошее дело. Вот. Это всё протянулось, я сейчас скажу примерно. Где-то в феврале мы съехали со Съежинской. Переехали в центр города. И, собственно, начало весны и конец зимы мы застали. То есть мы были на Жуковского где-то порядка двух месяцев даже, получается. Я в конце марта... Так, сейчас, секундочку, я вспомню. Блядь, какой же он уёбок. Просто, просто не дай бог у меня такой сын будет. Вот просто пиздец. Это ж просто пиздец. Это просто ебануться нужно. Но, в принципе, всегда главное, что в творчестве. Это гармония какая-то. Какое нахуй творчество, блядь? Ты деньги зарабатывать идёшь, ебанат ты, блядь, тупой, нахуй, сука, блядь. Чё за хуйня? В творчестве, блядь, каком-то. Чел, сука. Какой, блядь, пиздец. Почему отец его не отпиздил, блядь, и не лишил всех средств? Какие-то творческие коллективы, блядь. Какое-то творчество, нахуй. Блядь, ты кофейню, нахуй, делаешь, идиот, ебаный, сука. А-а-а-а. Да, кринж. Как с вами разошёлся ваш партнёр? Ну, получился так. История следующая. Я вечером захожу на Авито. Я вечером захожу на Авито, а там, блядь, мою квартиру выставили. На продаже, я думаю, чё за хуйня. А ещё и кофейню мою на продажу выставили. Я думаю, чего, блядь. Ещё мою жену, смотрю, на Авито тоже выставили на продажу. Чё, блядь, происходит, я не понимаю. А партнёр мне потом так и говорит. То есть у меня было в последнее время чувство тревоги. Я чувствую, что что-то не так. Пиздец, блядь, чувство тревоги у него было. Да, 2 миллиона 300 – это сумма общая со всеми переплатами агентству. То есть потрачено, по факту, было порядка миллион. На помещение 500 тысяч рублей ушло моему партнёру. На лейбл на его. Нет, за то, что я дал за бренд. За бренд вы хоть забрали его себе или тоже его оставили? Нет, мы не забрали его. Чё, 500к? Просто так, да? Просто так 500к, партнёр, да? Окей, хорошо. Хорошо, не вопрос, держи 500к, бро. Хочешь 500к? Держи 500к. Чисто по доброй душе. Держи. Просто так. Вообще ничего. Заебись. Спасибо, партнёр. Спасибо. Ты охуенен. Держи. Держи. Просто за красивое лицо тебе. Правильно, ничего. Потому что поняли, что дело совсем не идёт и не хочется больше разбираться в этом. То есть это тоже мы всё оставили. Ну, то есть, чтобы полностью прекратить какие-либо связи с партнёром, потому что приняли такое решение. Ну, я ощущаю, что партнёр на вас заработал. Партнёр, да? Конечно. Нихуя себе. Никита, а какой бизнес-план-то? Вот только что всё осталось вам, будущего партнёра. Да. У вас есть долги. Да. И вы такой, типа, класс, я беру ещё помещение. Да, здесь есть очень интересная история. То есть это была инициатива, которая, ну, опять новый такой творческий порыв, но он был подкреплен. Творческий, блядь, порыв, нахуй. Есть мем такой, сказочный долбоёб. Вот это мем про этого человека, я считаю. Пиздец. Ну, ты никогда не вёл бизнес, ну, начни с чего-нибудь поменьше, послабее. Не обязательно сразу в центр города. Возьми там какую-нибудь микрофраншизу какую-нибудь, там ещё какую-нибудь хуйню сделай, да. Вот с учётом, что франшиза там работает, посмотри, да, её там покупают что-то, там, не знаю. Ну, выкупи какой-нибудь микробизнес поменьше, не в центре города, ну, и не с нуля организовывай. Я не знаю, ну, блин. Всё-таки это долго происходило. То есть сейчас уже более-менее все процессы начинают настраиваться. Сейчас уже кофейник открывается, можно понимать. Давайте, давайте по этих помещениях. Вы взяли их в аренду, заплатите, платите каждый месяц 435 тысяч. Чтобы эти деньги получить, вы поехали. А-а-а, мне больно, блядь. А-а-а-а. ну тоже на самом деле не очень бы хотелось говорить но у меня мы больше доли за счет того что инициатор идеи вот но выгодные условия хорошие то есть мы это все обдумывали гава 150 тысяч вы получаете в процессу пороги вдвоем или только ваша часть я сейчас говорю про общую да да про обще но вообще изначально цель кофейня она была краски на то чтобы отбивать вот эти вот платежи ежемесячные хотя бы очистить цель кофе изначально цель копейки отбивать ежемесячный платежи как только уходите в ноль мы запускаем стройку музыкальной студии и когда уже музыкальный лейбл с музыкальной студии здесь будет базироваться то тогда уже конечно все будет у другого вы видите перспективу что вы доживете до этих времен да конечно сколько сейчас вы должны также ему блять похуй ежемесячный платеж у меня порядка 650 тысяч рублей в месяц аааааа блять аааа пиздец блять 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 пиздец чё там аренда ку и всех прочих рассрочек и долгов да пиздец блять ааааа бизнес молодость да отдать инвесторам но у меня все исправлю 600 месяц до начнет отбиваться кофейни все нормально ребят вот сейчас мы и открою сейчас все будет хорошо инвесторы мои друзья ребята мы все сейчас подкатимся и короче все будет сделано это просто начальный буду пути ошибки небольшие были сейчас я все поправлю все будет хорошо ребят все будет хорошо все будет четко я точно знаю я точно знаю надо просто стараться хотеть иметь в общем-то желание и сейчас весь бюджет будет только всех клиентов которые мы будем искать по всем договора когда у вас могут квартиру взять в реализацию когда с вами будет судиться кредитная организация сколько вам нужно не платить им времени чтобы они сделали так чтобы забрать у вас квартиру две или три просрочки нужно совершить если я не ошибаюсь на 15 дней сколько уже сделали просрочку на 15 если просто сейчас остановиться мне в данный момент то но как бы все упадет то есть я потерял во первых идею бизнеса во вторых квартиру и поэтому здесь никак не зато сложно назвать бизнесом вот не приносит вам деньги на данный адрес на это скорее стартап надо мы просто вкладывать пока чтобы на те договоренности которые все даже нет на бумаге но сколько нужно сейчас денег да да действительно да 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 ребята все таки да да идея бизнес творческий порыв до пизда пиздец просто жесть проведу самое идеальное сейчас это привлечение полутора миллиона рублей это для создания некой финансовой подушки берем залезаем волосы назад одеваем пиджак бабочку и как он как он сказал еще раз и сейчас привлечение привлекая привлекаем миллион рублей полтора миллиона рублей до полтора полторашечку короче привлекаем друзья позвольте мне привлечь полтора миллиона рублей качестве финансовой подушки для выплаты денег за квартиру будьте добры друзья давайте так давайте так я буду вашим партнером заплатите мне за бренд шадова которая вам конечно не по полтора миллиона друзья что что вы думаете об этом вы сможете организовывать свой бренд ником александр шадов да там не знаю шашадовейня как шадерма шадурма пиво шадинская все что угодно сможете сделать с моим именем на всерой его не продам я потом вас нахуй короче пошлю шашлык но вот короче давайте давайте не стесняйтесь с удовольствием с удовольствием делюсь своим брендом с вами за 500 лучшие миллион рублей за 500 своей франшизой делюсь да но я вам ее все не отдам в итоге вы не будете располагаться в отручечная шадовка до black шат бургер ну да может быть найдется какой то же такое вот великий ребят закладывайте квартиру квартиру закладывайте обязательно обязательно закладывайте квартиру куда можете без этого никак заложили квартиру молодцы все несите ко мне денежки ваши денежки соответственно несите деньги и все будет хорошо это место хорошая красивая и опять же тут можно очень хорошо развернуться бюджет примерно технологически подходит для того чтобы сделать поэтому я и закладывал 3 миллиона потому что шумоизоляция будет стоить весьма не маленьких денег у нас какая нахуй сука блять шумо нахуй блять блять сука изоляция а же из технологии примерно как это все будет делаться есть примеры по воскресеньям только шея по воскресеньям помещение сдается только по воскресеньям о как в принципе она выглядит в итоге и сколько стоит поэтому до 3 миллиона должна будет платить на оборудование на ремонт и на шумоизоляцию потому что на втором блять щел у тебя нет этих денег хули ты блять делаешь вообще блять тебя ничего не работает и ничего не умеешь и не можешь блять какая нахуй три миллиона блять 3 миллиона блять блять я не понимаю я блять не понимаю нахуй какая блять шумоизоляция чего блять сука да что у тебя нет этих денег у тебя вообще не от этих блять денег ты в минусе блять вся квартира заложена блять ну нету мужика блять сделай подешевле чего-нибудь и 3 ляма улыблю ой блять ой нахуй ой блять какой же он фантастический человечище просто тоже проходят мероприятия и собственно не могут помешать и также есть третье помещение на данный момент она конечно заставлена всем оборудованием в кофейню но здесь мы планируем сделать просто офис здесь будет стоять компьютер работы дизайнеры маркетологи вот пока тут просто вот такой некий ну круто чё молодец бизнес сидела дизайнеры маркетологи да я их реализовываю на рынке в частности не на рынке а на выставках мы пробовали почему она продавалась ну вот шо я блять вот вы говорили люди ноют плачут не могут ничего сделать да ведь столько всяких возможностей в мире шо я теперь представьте себе ситуацию что большинство людей в россии по интеллекту такие же как этот был бою но они просто не мотивированные к счастью то есть да у нас есть такая бизнес молодость и прочая хуйня который мотивирует таких долбоёбов вверх прикиньте прикиньте этот человек блять имея неимический сука капитал неимический капитал с которого можно вот так вот блять по щелчку делать такие деньги которые не видят большая часть людей в россии все проебал уже почти я не знаю там финал мы кэш посмотрим финал мы конечно посмотрим на любой финал такой историй в 95 процентах случаев будет заканчиваться просто проёбом всего блять сам просто просто на пассивы чах 70 к можно получать 70 блять к хуяк нет я не хочу себе сетка я хочу бизнес я хочу бизнес блять не но эти деньги давайте-ка я лучше вложу деньги с квартиры которые мне легко достались в бизнес блять типа от этого станет тяжелее я просто блять не понимаю блять как это вообще у него в голове уложилась как это вообще работает даже вообще не вопрос что я разобью его отхуячу просто вот блин у человека уже на руках гигантский капитал у него уже гигантский капитал вообще ничего делать не надо слишком легкие деньги слишком дорогая ошибка из курьеров курьер с долгами нам сертификация прошла это я создала свою сертификацию прошла мне кажется с мебелью конечно проблемка до чтобы за сотен сдавать по-хорошему мебель бы обновить тоже двери вроде ничего хотя тоже наверное бы обновить блять но тут вообще зависит надо том насколько мы хотим ее сдавать я понятное дело что и что он эти 12 лямов зажить скорее не заработает всего это пони это понятно ай и вот а че с этим поливом минус работает хули вы вообще это не то что эти 12 лямов не заработает одух уже проебал то уже минус 12 лямов ну скорее всего чтобы считаться с инвестором продать квартиру и а на остаток купить никите другую просто недвижимость сейчас есть вариант немножко другой уже появился нет сейчас есть вариант немножечко другой вариант стопа какого года следующее видео бляда тоже год назад рефинансирование что блядь вариант рефинансирование ебануться у тебя такой господи ой господи блядь рефинансирование вариант кринж кринж блять кринж кринж пацаны 650 к в месяц блядь за что ну блядь ёбаный рот ну сука ну давай еще глубже в долги пойдем я бы в каждом банке вешал его портрет с надписью клиент месяца вот та вот так выглядят наши потенциальные клиенты любимые вот когда видите таких ребят сразу же короче в ноги бросаетесь самая глубокая долговая яма то есть сначала отлетает особь я с этим ничего страшного смирюсь опыт все дела на квартиру мне изначально не было такой задачей терять я хотел сохранить любыми способами но у меня не получается как так я хотел я хотел блядь сохранить квартиру в этом я много блядь какой фантастический мужик Главное, позу выдержать. Примерно такие расценки. Мы берем предоплату 50%. Человеком студии открывать надо, не меньше. Залог 10 тысяч рублей в день мероприятия. И, собственно говоря, сдаем аренду только от 3 часов. От каких клиентов он еще даже за 5 миллионов не запилил туда говно, а не помещение? То есть там 1 час. Ну то есть 7,5 тысяч за 3 часа? Да. В особняке Батиловске. А почему должны будут платить такие деньги? Потому что... Потому что хватит. Потому что нет вариантов на крестике похожих. Это интересно. Я созванивался с агентом. Потому что нет вариантов на крестике, крестовском острове имеется в виду, похожих. Это интересно. Нет, я бы не сказал, что какие-то сложности возникли с рендодателем. Они возникли по очевидным причинам. То есть... Да, действительно. Я согласен. Да, действительно по очевидным. Договоренности. У нас были изначально договоренности, из которых я начал вылезать, потому что у меня уже ситуация была обостренная. Я думал, что все, у меня сейчас денег нет, нужно какой-то делать доход. Соответственно, появилась идея проводить здесь мероприятие. Но она была неоговоренная. То есть я это не обсуждал ни с кем, и из-за этого возникли проблемы. Кто бы, блядь, мог подумать, что 750к за 3 часа не будут приходить по нескольку раз в день? Кто бы мог подумать? Что я пишу? Это рендодатель, кстати, с которым не хотел ссориться. Как только увидел лоха, забатил его снять вообще все доступное пространство. В этом никому не нужен особняке. И потратить бабки на его, блядский ремонт! Сука! Ну хоть за 5 лямов, ну хоть за 5 лямов, он, блядь, не сделал там лукоизоляцию. Ну хотя бы, блядь, не сделал. Вопрос следующий. Про лейбл. У вас был партнер, я, напомните, пожалуйста, какого? Дмитрий. Дмитрий? Там какое-то длинное имя. Спейс Кит. Спейс Кит, да. Звездный мальчик, да? Космический. Космический. Дмитрий Спейс Кит, блядь! Тупо 500к, держи за клевый ник. Дмитрий Спейс Кит, держи 500к, блядь! Сука! Смездный мальчик, блядь! Он не знает. Разве сейчас? Саня, блядь! Что-то на туалет. Это вообще пиздец, согласен. Просто сначала и до конца полный пиздец. Так, проторчал, проебал эти бабки, вложил в хату к зену, подарил рандомному бажу, задонатил на валиму, сука, было бы не так тупо, согласен. Лучше бы мне на донатчик квартиру скинул, у меня была бы квартира в центре Питера, ребят. Как вам такое? Мы бы оттуда стримили, и бабки, короче, мутили бы. Окей, извините. Ну да, это смешно пиздец. Привет, я Дмитрий Спейс Кид, блядь. Вставай вместе, партнерить. Хочешь 500к? Секунду. Итак. Фу, блядь. Чувствуешь запах? Я надеюсь, что у него не ходить будет такая же реакция. Ой, блядь. История, конечно. Дмитрий Спейс Кид и меня тоже порвало, честно говоря. Здравствуйте. Не, ну когда еще выяснилось, что Дмитрий Спейс Кид? Шкала хорошая, плюс потому... Не, ну ладно, финал предсказуемый, это хорошо. Если бы финал был непредсказуемый, это было бы реально страшно. Какая-то просто магия. Магия тупости была бы. Просто феерично, ебанистично, просто невероятно. Какое-то просто колдовство идиотизма было бы. Если бы у него все получилось. Это прям было бы, блядь, типа, что... О, блядь, как? У меня еще есть эта дурацкая черта, которая хочет что-то сделать, которая хочет снова пойти в all-in. То есть, если бы я был бы... В смысле в all-in? Ты все проебал. Ты не можешь идти в all-in, когда у тебя ничего нет, блядь. Снова хочется пойти в all-in. Сука. Блядь, блядь. Ну, его нихуя не научился на этой говне. Он просто похуй, ребята. Его просто насрать. Он просто не научился. Все норм. Я был all-in, и я прогорел. Ну, что я имею здесь, а что бы я поимел в казино? В казино, и вы просто бы такой, блин, куда ушли эти деньги? Я не жалею ни об одном рубле, которое я потратил. Я честно. Я не жалею ни об одном рубле, который я потратил, блядь. Тупо, блядь, ни об одном рубле 500к. Просто рандомному мужику, блядь. Просто отдал Дмитрию Спэнкину, нахуй. Я отдал 500к. Я не жалею ни об одном рубле. Вложил в ремонт нескольких, блядь, помещений кучу бабок. Там миллион, наверное, вложил или больше. Блядь, я не жалею, да, хуй. В аренду помещения дорогущего вложил бабки. Я, блядь, не жалею ни о рубле, короче, которое я вложил. Братан, продавай хату, еще 4 ляма останется. У меня бизнес-идея охуенная есть. Ты отдаешь бабки, я делаю себе ремонт. Отдаю тебе мой лейбл Дмитрия Мача и говно. После ты идешь нахуй. Как такая тема? Это было бы смешно, если бы это только что не произошло у него в жизни. Ахахахаххм.